отшумел то что нужно для сборки экранов кое-что осталось еще ну вот эту подставочку под ноги наверное сделаю идем дальше собрал корпусы на саморезах и по периметру все проклеено пва это деталь уже взаимодействует с колебаниями деки и запросто может зазудеть так что обязательно проклеиваем как это работает внутри будет находиться 60 миллиметровый слой базальтовой ваты фумастоп в данном случае вата работает не как материал с низким модулем упругости как вот эти прокладочки хотя и так она тоже умеет но здесь она работает как волокнистый довольно плотный материал но в то же время проницаемой внедряясь в него звуковая волна за счет колебательной скорости воздуха нагревает базальта и затухает по амплитуде если вот так все и оставить то вот этот довольно тонкий слой фанеры он весит 4 килограмма он будет на средних и низких частотах раскачиваться и переизлучать дальше сквозь себя к стене что нам категорически не нужно поэтому его нужно утяжелить вместо того чтобы утяжелять его деревом гораздо экономнее сделать это гипсоволоконным листом с учетом подрезки он будет весить 7 кило я сделаю по 2 листа на каждую панельку и вместо четырех килограммов это уже будет 14 плюс 4 18 килограммов уже будучи подпертой массой панель будет отражать звуковые волны обратно в направлении пианино и звук будет повторно проходить через слой минеральной ваты и поглощаться в нем также возможно на руку сыграет дополнительное отражение от деки снова в сторону панели от панели к деки и так далее гипсоволоконный лист я прикручу тоже саморезами через вот эти пластины но чтобы лист не висел на саморезах я его оба провод на этот сухарь ну и чтобы эти там 20-24 килограмма где-то смесь с ватой с досочками поднимать как-то маневрировать за пианино вот сделал ручки такие малыш задолбался но закончил проложил такой вот спамбонт материальчик вниз не закрепила вылезали самореза на вот на них наденем плиты эти базальтовые такая увесистая конструкция даже мне мальчику тяжело еще решил доработать модератор чтоб уж глаз радовался взял такую вискозную салфетку она гораздо толще чем двойной слой рулонах поэтому это более непробиваемый вариант для долбежки думал на что приклеить к алюминию начали вот купил момент такой но как представил что это надо будет когда-нибудь отдирать и решил более щадящий вариант в качестве адгезивного слоя все тот же малярный скотч поклеил тогда предварительно все обезжирил и каждый миллиметр бумажки вот так вот прокатал а поверх него уже на клей пва хорошо втирается немного гидрофобная такая поверхность но втереть можно этот клей туда и после этого все прекрасно приклеивается и провел кое-какую работу над ошибками вот что выяснилось после приклейки у меня модератор вот так чуть-чуть завален к струнам был и тряпка соответственно отодвинута от струн получается и молоток когда в нее лупит то он не продавливает ее то есть очень заметный возник порог по пиани сима чтобы это убрать нужно тряпку развернуть вертикально для этого пришлось и каркас повернуть чтобы он стал горизонталь я вот здесь добавил такой костыль приклеил алюминиевую пластиночку теперь все встает хорошо а это как его можно хранить прям очень удобно зацепляется он в образный профиль сюда насаживается здесь убираете ведь чтобы где-то не не вытаскивать а прям здесь и хранить штатное положение тут самый хомутик в которую упор идет здесь антискрип немножко подпрыгивает на форте когда доделал я первую панель полностью решил уже примерить нормально заходит внизу как дело обстоит довольно плотно все прилегает и по высоте панель чуть избыточная здесь замыкание объемов происходит здесь а это на вырост если какой-то более высокий инструмент будет опирается панель целиком на подиум то есть она тоже отвязана по вибрациям и от стены и от пола очень повезло что вот здесь она сама заходит хватает этого места и ненужной панель поднимать выше пианино иначе я бы тут помер после того как панель зашла и его так за русичку с опорой на инструмент потихоньку закантовываешь очень пригорядаются ручка ну вот доделываю вторую панель сейчас такой гробик для звука это материал спамбонд для того чтобы волокно не летела ни в комнату не в инструмент получается что вот эта пачка целиком уходит на два экрана готовенько шов последний путь никак без двух веревочек не обойтись сюда протянул а вот уже на этом пора переходить к настройке и к измерениям и и Субтитры подогнал «Симон»